Слава Богу, Аллилуйя, из Петербурга с любовью. Слава Богу, Аллилуйя, из Петербурга с любовью. Всех-всех приветствую, всем-всех-всех, всем святым радоваться, еще говорю радоваться, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Богу, Аллилуйя, приветствую всех, братьев, сестер, приветствую всех святых. Радоваться, еще говорю радоваться. Трансляция с утренней молитвы, с Петербурга. И вначале прочту слово, прочту из послания к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, вторая глава, четвертый стих далее написано. Апостол Павел пишет такие слова. «И слово мое, он говорит, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Аминь. И дальше здесь, ну, об этой мудрости божественной. Спасибо тебе, Господь, спасибо, Царь всей Вселенной. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины. Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас. И очистил нас от всякой скверны, И ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Хвала тебе. Слава тебе, Боже наш, благословен Бог наш, благословен Господь. Благодарю тебя, Боже, смогущий, что и сегодня, спустя два тысячелетия, Боже, те слова, что записаны были апостолом Павлом в послании, в этом первом его, в Коринф, Боже. Сегодня такое действие имеют Боже в нас, ревность вызывает Господь Божий. И желание, Господь, действительно Божьим, Слово Твое нести, Боже, потому что это действительно, это Ты. Действительно, это Твоя мудрость, Боже, это Твоя неземная, нечеловеческая, Боже, это сверхъестественная мудрость Твоя, Господь, Боже. Это явление Духа и силы. Слава тебе, Господь, благослови сегодня наш у нас этим утром, благослови, Господь, сегодня и причастие принять, Господь, хлебоприламление, таинство этой Евхаристии. Возблагодарив Тебя, Господь, преломить сегодня, Господь, хлеб Божий. И действительно, Боже, рассуждая о теле и крови Господних, рассуждая о теле и крови Твоей, Господь, Боже, и размышляя, Боже, и благоставляя великое имя Твое, Боже всемогущий, благослови Господь, слава Тебе, во имя Иисуса Христа, аминь, 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 благоставляю вас, братья и сестры, этим добрым утром, пусть Господь благословит, и пусть, как вот здесь вот Павлом было сказано тогда еще, в то время, 2000 лет назад, что его слово и проповедь его была не в убедительных, он пишет в словах, человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, то есть Божьей мудрости, есть человеческая мудрость, есть Божья мудрость, и человеческое Божье, оно похоже, да не то же, оно схоже, но это вовсе не то же, действительно, это есть принципиальная разница, вчера как раз так вот размышляли, здесь уже после служения, вчера был здесь в Петербурге на одном из боку служений, очень такая известная церковь здесь, большая церковь, у них три собрания в день проходят, в воскресенье, пастор Дмитрий Шетров, значит, и это церковь, миссия Благовесть, это, ну, одна из старейших здесь церквей протестантских таких, вот, и, значит, и вместе с друзьями моими был я вчера на служение, слава Богу, вот, и старыми моими друзьями многими встретился, и с новыми друзьями подходили люди, слава Богу, перед собранием, перед служением, мы приехали на второе собрание как раз, вот, мы там после первого еще люди расходились, вот, и общались, слава Богу, там, и вижу много знакомых, тоже, и с разных собраний, с разных стран, даже не только с Россией, там были гости с разных стран мира, слава Богу. Ну церковь-то довольно известная, место у нее вообще такое местоположение церкви, собрание самого, вообще стратегическое в Петербурге, это Невский проскект 100, это Колизей, да, тот самый Колизей знаменитый, который еще Николай II строил, ну при царе строились, я не помню, помню Николай II, который еще при царе строили батюшки, и там изначально предполагали этот, как его, потом с кинематографом сделали кинотеатр, а так это была, ну как, диорама, панорама такая, там должна была быть, и была такая живописная панорама, диорама, именно посвященная Голгофе распятию Христа, вот, и, значит, и в общем-то, ну, потом пришли коммунисты, и все, как-то там переделали, переломали, и сделали просто кинотеатр. Но, слава Богу, прошло время, слава Богу, Советский Союз рухнул, это империя зла, это атеизма, рассадник, вот, и представляете, значит, вот такого воинства еще, атеизма притом, и притом все получилось удивительно вообще, дары Божьи и призвания не приложены, это точно вообще, вот, и пути Господни неисповедимы, это как в Твери там тоже, значит, я в Твери там часто проповедовал в прошлые годы, и там мне рассказывали один случай, проповедовал там в одном собрании протестантской церкви, у них свое здание, вот, значит, и там, значит, это, да, по поводу Невского 100, там сейчас церковь собирается, чудо, значит, и в Твери, значит, там в кинотеатре бывшем проповедовал, бывший кинотеатр, там сейчас собрание, там это церковное здание вообще-то, вот это, да, значит, не, ну такому уже я не удивлялся уже, как бы, такой я уже по России матушки уже видел уже много раз уже, в разных, там, в начале 90-х, допустим, и православные храмы, и баптистские, там, церкви, значит, там, там, значит, там, и 50-ники, бывшие кинотеатры, бывшие там что-то еще, там, значит, там, в Перми, там, вообще там бывший ДК, что ли, какой-то там, значит, большой такой, с колоннами, таким прочим, вот протестантский сейчас домолитвенный, то есть, как бы, это уже примеров я много знаю, но в чем был удивительный пример Тверской для меня, Тверь меня удивила, конечно, тогда я помню этим рассказом, там, значит, дело было, этот кинотеатр строили в Твери еще в 70-е годы, по-моему, ну, давно, короче, еще время застоя, эпохи великого застоя, значит, коммунистического, брежневская эпоха еще была такая, вот, и, значит, и, и, представляете, значит, одна женщина верующая в специальнической церкви, там, местной, они собирались там где-то, там, их, их гоняли, арестовывали, штрафовали, сажали, вот, но эта женщина, она вот такая была молитвенница, богомол, ну, действительно, в хорошем смысле слова, да, богомол, она отмолилась, действительно, вот, и ей было открыто, что там будет храм, на то месте церковь будет, и люди будут, ну, собираться. Она, там парк был какое-то, значит, места какого-то такое, и ей было открыто, что там, значит, это церковь будет, она молилась, сходила, молилась, благоставляла, вот, да, говорит, но, бог открыл, братьям сказала, братьям, говорит, да ты что, там никогда не позволит вообще на крайне, Это и то с горем пополам могут позволить, как бы там очень ограниченно как-то, но что-то там иметь свое, как будто там собираться домики. А чтобы там в городе в самом, значит, на таком людном месте, в спальном районе, ну как в тогдашнем советском доме, там эти дома многоэтажные, вот построить там, значит, молитвенный дом, сестра, такого не может быть. Ну ладно, не может так, не может, но Бог-то открыл, вот, и она, значит, ходит, молится, значит, там, ну Бог подтверждает, да, что действительно здесь будет собрать, здесь будет церковь, она удивлена такая. И вдруг, представляете, что происходит тогда же, еще в 70-е годы, значит, вдруг там закипела работа, понаехали рабочие, котлован роют, ну, забором все там огородили, значит, там идет стройка. Женщина эта подходит, она удивилась тоже, да, начали какое-то строительство, она подошла туда, к рабочим, и спрашивает, ребятки, а что здесь будет вообще, что вы строите? Они говорят, ну вот, будет кинотеатр здесь для вас, в этом районе теперь будет свой кинотеатр у вас в Твери. Ну, Калинин так он назывался, Калинин, это как Твери, это уже основа, вернули старое название. А в советское время этот город именовался именем одного из палачей коммунистических, вот, значит, лидеров вот этой идеологии разврата такого советского, значит, это Калинин такой был. И вот, значит, и в честь него назвали этот город, значит, переименовали. И вот, значит, ну, как, допустим, Петербург раньше носил имя этого антихриста, Ленинграда назывался. Доброе утро, догоценные божьи, аллилуйя, аллилуйя, божьи дети, доброе утро. И вот, и представляете, значит, а женщина это сказала, ну, товарищи рабочие, вообще-то здесь будет храм, где будет церковь. Над ней посмеялись, сказали, она уже сумасшедшая, верующая, это сумасшедшая, ненормальная. Какие сейчас церкви строят в 70-е годы? Ломать, ломают, но что строить, такого не будет никогда. Считали, что скоро коммунизм уже будет, уже все, полное царство антихриста будет, то есть уже, вот, значит, никакой религии не будет, никакой веры не будет. Бога не будет вообще в помине, то есть уже будет такое царство вот этого безумия коммунистического. Вот, и представляете, а женщина сказала, мне это будет церковь. Ну, короче, уходя отсюда, больной человек. Вот, и потом, значит, с церкви тоже этой женщине говорят, братья, говорят, ну, что ты вот говорила, церковь будет там, а там сейчас кинотеатр строят. Короче, это не от Бога у тебя пророчество было, точно. Ну, прежние были от Бога, а вот это не от Бога. То есть, ну, ты вот, она опять на молитву, Господи, ну, ну, как же так? Ну, мне же было открыто тобой, что здесь будет церковь, а причем есть кинотеатр. Вот, шалом, семья света, шалом, шалом, аллилуйя. И, представляете, значит, эта женщина дожила до развала, а, да, и когда она молилась опять перед Богом, Господи, может быть, я что-то не так поняла, может быть, не так, может быть, это вот действительно было, ну, от врага что-то мне пришло. Прежде было от тебя, а теперь вот, может, враг что-то посеял, значит. И Господь подтвердил еще раз ей вот тогда на молитве, что дочь моя действительно здесь будет церковь. Ну, ладно, церковь, церковь. Прошли годы, то были 70-е годы, прошли 80-е все годы, и вскоре, да, вот уже начало 90-х, все изменилось, упал Советский Союз, хотя нам каждое утро пели, что он нерушимый, республик свободных, на веки скрипило, на веки все. Нам это промывали мозги каждое утро, в 6 утра, с позаранкой все это пели, как сейчас на молитве раньше пели всю эту пропаганду. И представляете, значит, ну, не стало Советского Союза. И вскоре прошло время немного, и христиане действительно, другая церковь, там тоже писательники, харизматы, взяли и выкупили этот инициатор разорившийся, который их там хотели, либо уже растаскивали, вот, думали, либо под снос его пустят, его все. Ну, вот, его недвижимость продавали тогда дешево, в начале 90-х, и продали, короче, протестантам, пускай, что хотят делать, либо растащат его полностью на стройматериалы, либо что сделают, вот, будут что-то строить. А христиане сделали следующее, они просто отреставрировали этот кинотеатр и сделали его просто, значит, домом молитвеном. И самое интересное, на освящении дома молитвенова была та самая женщина, которой ей давали даже слово поприветствовать, значит, она поделилась этим свидетельством, тем самым очень укрепив братьев, особенно молодых, старые братья некоторые, помнили это, да, то, что было в 70-е годы еще, порочество это, и головой качали, говорили, да, действительно, а таки Бог жив, а таки Божьи слова, оно действительно живо и действенно, вот. Ну, эта женщина вскоре умерла уже, но она дожила, она дожила, по крайней мере, до вот исполнения вот этого пророчества. И это была очень волнительная такая сцена. Мне это рассказывали, я не был там, но мне это рассказывали братья, и даже братья спустя уже годы рассказывали, и, знаете ли, они волновались очень и переживали, говорили, да, действительно, переживали, была дать Божью такую радость эту Божью, волнение Божье, и говорили, действительно, да, вот Бог живой, и в Твери Он прославился вот в такой, ну, очень интересной ситуации. И, знаете ли, Божье слово действительно, оно, вот я хочу прочесть еще раз, приветствую всех, кто подключился, кто подключается. Я хочу снова прочесть то слово, с которого начал сегодня, это трансляцию с утренней молитвы. Я читаю из первого постания в Коринф, апостола Павла, 2 глава, 4-5 стихи. Первый Коринф, 2 глава, 4-5 стих. «И слово мое, пишет Павел здесь, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Вот это вот убедительные слова человеческой мудрости, а есть явление духа и силы. Знаете, вот еще раз, вот это вот, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Конечно, есть разные объяснения, в зависимости от проповедника, проповедующего, в зависимости от его духовного состояния, опыта. Знаете ли, каждый верующий, перечитывая это, он видит это как-то по-своему, будем так говорить. Допустим, многие проповедники сегодня акцентируют внимание на чудесах, знамениях, исцеления, освобождения от бесов, воскресения из мертвых. Вот именно что происходит сегодня Божьим Духом совершается на этой земле через миссионеров, евангелистов, пастырей, служителей. И разные конфессии, разные динаминации по всему лицу земли. И это тоже, это правда, это правда действительно, это истина, и это знамение времени нашего, такого последнего благословенного времени. Хотя тьма сгущается, и тьма становится еще темнее, будем так говорить, да. Вот, но свет становится еще ярче. Не потому что Иисус сегодня, он другой, нежели вчера. Он еще более яркий, чем нежели вчера. Ну, по-своему, более яркий. Но дело в том, что действительно, скажу, что это как, я пример привожу всегда и для себя, чтобы для удобства восприятия, понимания и для слушателей, пример привожу вот как автолюбитель. Если, допустим, я еду за рулем, и навстречу идут машины, значит, и они с включенными фарами. Если это днем, среди бела дня, да, это ярко, да, я вижу свет этих фар, вот, понимаю, это яркий свет, но это меня не слепит. А если это уже в полумраке, допустим, вечерком, да, или утречком, с позаранку, да, уже, значит, это ослепляет. А если это темной ночью, глубокой ночью, кромешной тьмой, то это вообще-то слепит, да. Лампа та же самая, накал тот же самый, все то же самое, но свет еще ярче. И вот сегодня тьма сгущается над планетой, все больше и больше, но эта тьма никогда не погасит свет. Наоборот, свет рассеивает всякую тьму, и свет еще ярче становится. Поэтому Иисус Христос, сказанных евреям, Он вчера и сегодня и вовеки Он тот же, и сегодня Он так же яркий, как и 2000 лет назад, но в нашей судьбе сегодня, в судьбах верующих уже 21 столетия, Он становится еще более ярким, чем в прошлое столетие. Почему? Потому что тьма сгущается, но этот свет рассеивает всякую тьму, и блажен, кто действительно призовет имя Господне, потому что всякий, кто призовет имя Господне, и в это время, и в это время, в 21 веке, спасется, спасется, слава Богу, и спасается. Поэтому, дамы и господа, братья и сестры, явление Духа и Силы, да, это и чудеса и знамения, которые сопровождают проповедь Божьего Слова уже два тысячелетия подряд, происходит на нашей земле, на всей планете, через проповедование Слова Божьего, явление Духа и Силы в чудесах и знамениях, да, порой это было и есть редким явлением, порой это было и есть частым явлением. Мы называем такие времена, допустим, такие, ну, как это сказать, периоды, да, или такие вот события, когда это частым становится случаем, частым проявлением подтверждения проповеди Слова Божьего, истинности проповеди Слова Божьего, чудесами и знамениями, массовые чудеса и знамениями, мы называем обычно это, как бы, один из элементов пробуждения или духовным пробуждением, да, вот, значит, и это прекрасно, я сейчас в Петербурге, здесь на берегах Невы, вот, и здесь неподалеку, Эстония, Таллин, Таллин, город Таллин, значит, и, как там, я был там в Таллине, но один раз только у песятников, там, в гостях проповедовал, ну, там, в двух церквях, в собраниях разных проповедовал, и был в том числе в церкви Ольбисте, Ольбисте, это центр Таллина, значит, и в этом храме, в этом собрании Ольбисте, там было духовное пробуждение, в 70-е годы, как раз, кстати, когда вот, в те самые годы, когда в Твери, вот, и Бог открыл той женщине, пророчествующей, такой женщине верующей, открыл, что там, в их районе, в этом, тогда Калинина, будет церковь, и будет здание церковное, будет народ, можно собираться хвалить Господа, прославлять Бога, чудеса, знамения будут совершаться, и, вот, в 70-е те самые годы. И в Таллине, здесь, вот, неподалеку от Питера, было духовное сильное пробуждение. В 70-е годы, до самой Олимпиады Московской, 80-го года, вот, это пробуждение духовное продолжалось. Вот, и, в частности, оно было, вот, как раз ознаменовано, такими массовыми чудесами и знамениями, вот, вплоть до того, что, значит, там, люди, действительно, неизлечимые болезни, излечивались моментально, исцелялись люди, вот, уходили опухоли, люди, ну, получали разнообразные, просто, ответы на свои молитвы, а порой были даже страшные знамения. Знаете, вот, там один из таких случаев, когда, а там буквально через забор КГБ эстонская, эстонская ССР, как она называлась, товарища, тоже в составе Советского Союза, вот была Эстония, то есть, разделяла всю эту беду знамя, атеистическую. И, вот, интересно, значит, представляете, через забор, буквально, значит, как говорится, да, от управления КГБ республиканского духовное пробуждение. Ну, и, конечно, чекисты слились, там, их пытались много раз сорвать, все там это, вот, но ничего не получалось у них, значит, никакие провокации не проходили. То есть, сверхъестественно, все провокации обращались просто, ну, в ничто. В конце концов, было решено просто скомпрометировать это пробуждение, чтобы и среди верующих, и неверующих, чтобы это было высмеять, знаете, высмеять, ну, вот, и, как бы, под этим предлогом, и потом прикрыть все это. И одного комсомольца там подговорили, проинструктировали его, пригласили уж там уже журналистов каких-то, вот, значит, заранее милиционеров, подсадные утки были, вот этот комсомолец был подсадной такой уткой, будем говорить. Он, значит, ему прикрепили из папье-маше горб такой, вот, значит, и, как будто он больной человек, горбу, значит, просит, как бы, исцеления. Вот, а там, мне рассказывали, интересно, там у них все было просто. Ну, значит, ну, как говорят в православии, да, где просто, там ангелов, собственно, а где мудрено, там ни одного. И вот, и все было просто, рецепт пробуждения довольно простой был. Проповедовалось Слово Божье, обычное служение христианское, а в конце собрания все служители становились, ну, как вот, игра в ручеек, да, играли все же, значит, становились с двух сторон, значит, и руки протягивали, и, значит, и люди, как в ручеек, играя, вот, проходили под этими руками, проходили, вот, сквозь строй этих служителей, вот, таким образом, друг к другу обращенных, молящихся, и проходили, вот, значит, и Бог совершал чудеса и знамения, вот, в эти моменты, и люди исцелялись и прочее, хотя многие исцелялись даже и без этого ручейка, уже просто побывав там на собрании, или же даже были случаи отмечены даже по дороге туда, то есть даже не в самом собрании, по дороге в собрании, в том числе даже, ну, далеко от собрания было, просто ехали поездом, допустим, люди издалека, со всего Советского Союза люди стали съезжаться, вот, ну, знаете, сарафан на радио, о пробуждении очень быстро среди христиан, ну, тем более, христиан было не так много, значит, и, как бы, и были гонимы, значит, и, как бы, поэтому распространялось все очень быстро, ну, вот, слухами такими, земля полнилась одним словом, и люди порой на поездах приезжали и уже исцелялись, уже освобождались от бесов, там, и прочее. Так вот, но основная, кульминационная вот эта часть служения была такая, что люди проходили сквозь этот, как бы, ручеек такой, вот, из служителей, значит, да, значит, стенку служителей и получали исцеление. Вот, и вот этот самый горбун из Нотр-Дама открылся, да, из КГБ горбун, значит, как бы горбун подложный, он стал проходить, значит, через этот ручеек, как бы, значит, там, по этому ручейку, значит, и, а там должны были уже стоять милиционеры, КГБшники, значит, и люди, какие-то журналисты, чтобы специально все это зафиксировать, там, значит, заснять, что, мол, этот товарищ, он должен, подсадная утка эта, должен встать и сказать, что, товарищи, эта комедия мне уже не устраивает, как бы, значит, все, значит, так вот так, вот, у меня совесть проснулась, моя комсомольская наконец-таки проснулась, вот, мне верующему дали денег, специально соорудили мне, мол, верующие, мол, из Папье-Маше, вот этот, значит, горб, вот, попросил, значит, разыграть, как бы, исцеление. На самом деле, я как здоровый человек, значит, я, значит, там, и прочее, вот, и должно было быть разоблачение, вот так, вот, подножного чуда, вот, и, представляете, значит, он проходит свой ручеек, и в конце он, ну, там, к служителям с претензиями, ну, короче, он там орать стал, я, горбатый, я, горбатый, горбун, значит, там, ну, короче, а верующие эти служители говорят, ну, брат, извини, но мы же просто молимся, то есть, ну, если не, почему-то не исцелился, мы не знаем, значит, ну, это, ну, вопрос к Богу, вообще-то не к нам, потому что мы же молились только, мы молимся к Богу, а Бог, кого исцеляет, исцеляет, поэтому, ну, каких нам претензий, так он говорит, вы не понимаете, я не был горбатым, это у меня было Папье-Маше, как бы, значит, это был, ну, искусственный горб, а теперь, короче, настоящий горб у него получился, представляете, он прошел сквозь этот ручеек с такой злой целью, чтобы, значит, как раз быть, пацаны-утка, и вот специально просмеять верующих, и чтобы использовать этот КГБшник специальный инцидент, чтобы закрыть это служение вообще, вот, а получилось так, что он прямо с горбом остался, вот, значит, и тут же милиция, тут же КГБ, значит, журналисты в растерянности, что писать, что делать, вот, значит, так получилось, наоборот, скандал, вы смели КГБ, получается, значит, и чекисты в позоре, они берут этого товарища под белые ручки, как говорится, и больше его и не видели, не до того этого товарища не видели, пацанова, там, в Тагане, в этом храме, и после того уже не видели, где он, что он, что с ним сделали, может, его там и развезли, проверяли, не знаю, короче, что с ним случилось, но, короче, судьба его, вот такая была, печальная, вот, этого человека, вот, и, и, короче, всякие чудеса происходили, и вот явление Духа и Силы, действительно, часто это, вот, сопровождение проповеди Слова Божьего чудесами и знамениями, но это далеко не все, самое важное, это, вот, действительно, нести живого Бога, вот это присутствие Бога, которое меняет жизнь и судьбу людей, вот это, действительно, уже мудрость Божья, мудрость Божественная, сходящая свыше, действительно, Слово Мое, апостол Павел пишет, напоминаю к тем, кто подключился, 1 Коринфянам 2, 4, 5, 1 Коринфянам 2, 4, 5 стихи читаю, Слово Мое и проповедь Моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы, а дальше он пишет, интересно, да, «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Ну, утверждалось это, да, курсивом набрано в славянском, ну, в русском переводе синодальном, потому что в оригинале этого нет, там, ну, можно предполагать, что идет речь об утверждении, ну, буквально можно так прочесть, «Чтобы вера ваша не на человеческой мудрости, но на силе Божьей». Вот, можно вставить другое слово, допустим, «возрастала», допустим, да, здесь, ну, можно и утверждалось, в принципе, можно так сказать, да, вот. Но, действительно, вот это явление Духа и Силы совершает с нашей верой какое-то чудо. В моей жизни, как служителя Божьего, было много чудес. Уже больше 30 лет несу служение православное я, вот, и как православный церковный служитель, священнослужитель, первых почти 10 лет я был, 9 лет был служителем, священнослужителем традиционной православной церкви, русской православной церкви, московской патриархаты, канонической, такой традиционной самой, нереформаторской. Уже больше 20 лет несу служение, уже как православный реформатор, обновленец. Вот сейчас являюсь священнослужителем, да, вот, реформаторской, такой живой, неканонической, слава Богу, православной церкви. Вот, значит, и евангельского такого православия, и за эти годы, особенно вот за эти последние 20 лет, видел много всяких чудес, значит, и, будем так говорить, Бог совершал. Значит, много чудес в моем служении, разных, разных. Но одно из самых удивительных чудес, да, были и воскрешения мертвых, были и исцеления больных, и всякое было. Но одно из самых, или для меня самое загадочное до сих пор чудо, которое произошло, это, значит, в Харьковской области, кстати, было. Я проповедовал в Изюме и в соседних там городах, поселках этих, значит, проводил семинар всю неделю. Там пять дней, по-моему, я был, даже больше, по-моему, даже больше, включая служение еще воскресное, там, да. Значит, и пятница вечер, уже все, я завершаю, значит, меня провожают братья на автобус, значит, и я должен автобусом выехать от них, значит, с этого райцентра, по-моему, и до, значит, до Киева домой. И в субботу у нас было служение с утра, то есть я, получается, ну, приезжал прямо к своему служению. Вот так вот, так-то. Ну, ладно. И уже устал, честно говоря, за эти дни, значит, и меня братья провожают, и что-то там получилось как-то, я не понял. Ну, что автобус, расписание как-то там изменился. Ну, это, значит, автобус должен был проездом проезжать, там, вот что дело. Автобус не то с Донецкой, не то откуда-то с Луганской, но оттуда, с тех краев. Еще было, понятно, дело до войны еще. Вот, значит, и на Киев ехали автобусы эти. Значит, и представители, значит, ну, ладно, хорошо, значит, а что делать? Вот, получилось так, что когда уже там на автостанции этой были, на автозале, вот, братья узнали, что такое произошло, что вот изменения внезапные. И, значит, и у нас несколько часов такой запас, как бы, а что делать? Ехать обратно туда, ну, смысла не было далековато, значит, ехать, значит, сейчас туда. И один из братьев местных там, Изюма, по-моему, с Изюмой, ну, кто-то из братьев, из местных служителей, он предложил, слушайте, а вот не могли бы сейчас, отец Сергий говорит, вот, помолиться там за женщину одну, она лежит у нас здесь в этом, в больнице. И там, значит, травматология, значит, там, там, значит, ну, вот, с переломом всякими там люди лежат, вот, она там лежит. Будет повод, может быть, кому-то там засвидетельствовать о Христе. Я говорю, хорошо, чё ж, чем просто на автозале, давайте, поехали, там, рядом. Хорошо, приехали туда в больницу, вот, а пустят, ну, говорит, батюшку пускают, значит, и вас пустят, тем более с Киева, столицы. Ну, ладно, хорошо. Вот, приехали, значит, и там дежурный врач, дежурная сестра, значит, очень так хорошо приняли они, так встретили хорошо, так, батюшку, вот, спасибо, откуда вы? Я говорю, вот, с Киева приехала, он, со столицы, ну, говорю, можно помолиться вот за женщину, значит, она верующая, лежит у вас вот в отделении. Они, значит, посмотрели и сказали, ой, извините, а ее сегодня как раз выписали уже, она уже дома. Ну, как бы, а что делать? А я говорю этому врачу, этой сестре, говорю, медицинским этим работникам, говорю, знаете, вот, ну, коль я уже заехал, приехал, можно пройти, говорю, помолиться вот за людей, ну, если кто согласится, помолиться, вот, потому что, ну, все равно я вот здесь уже, и свечи, и вот этот, ну, врач этот, очень так расположен был, пожалуйста, пожалуйста, батюшку, пройдите, помолитесь, если кто-то согласится, желание изъявят, помолитесь за них, вот, так очень так, мило, радушно, так вот, добродушно все было, хорошо, я пошел, братья зашли со мной тоже, значит, и хорошо, и в каждую палату заходили мы, значит, я там, короткое слово в каждой палате говорил, ну, во всех палатах люди лежали, хотя были койки и некоторые свободные, некоторые, но в основном все было занято, вот, а это были как раз под, ну, под выходные, пятница вечер, поэтому на выходные некоторые ушли домой, вот, так вот сказали мне, ну, те, кто были не так сильно, может, там, как бы травмированы, ну, как бы, в состоянии идти домой, вот, на выходные ушли домой, короче, вот, и, значит, и, да, а там с разных районов еще привозили, в этом больнице, большая больница для одного района, там с нескольких районов привозили, и, вот, значит, и, ладно, хорошо, в каждой палате короткое слово, мир тебе, брат Сергей, аллилуйя, с миром Божьим, шалом, вот, и, значит, в каждой палате короткое слово, и повторяют люди, повторяли все, ну, там, в одной палате было, как бы, там, ну, как бы, немного заминка, а так все сразу соглашались повторять молитвы покаяния, вот, значит, и, значит, потом молился за людей, подходил к каждому, вот, молился за людей, вот, хотя устал за эту неделю, значит, но, когда начинаешь служить людям, да, то блажение давать всегда, это понимаешь, что, как бы, ну, как, второе дыхание открывается всегда, вот, молишься за людей, все хорошо, вот, значит, и я молился за людей, дальше, дальше, в одной палате, пока там, значит, один человек, он стал немного так артачиться, ну, как бы, мол, я, говорит, мусульманин, я татарин, вот, а я говорю, я тоже татарин, говорю, ну, по матери, по крайней мере, татарин, я же, вот, значит, я говорю, а что, бог татар не любит, разве? Он говорит, любит, вот, видите, говорю, конечно, и татар нас любит, бог, и всех любит бог, вот, давайте с вами помолимся по-татарски, я, говорит, ну, татарин такой уж, как я, особенно татарского, я не знаю, вот, значит, и я, значит, ему, значит, говорю, хорошо, вот, давайте помолимся, короче, помолились мы, призывали имя Иссы Масиха, вот, значит, и обращались, там, вот, бог, там, отец мой небесный, Аллах, там, во имя Иссы Масиха, сына твоего, вот, который умер на кресте за меня, на все, вот, так помолились, принимаю Иссу Масиха, как своего личного спасителя, Господа своего, вот, призываю кровь святую его, вот, значит, вот таким образом, то есть, ну, как бы, так вот, в восточном варианте таком молитва звучала, вот, он очень доволен оказался, помолился таким образом, согласился, вот, я доволен, что человек согласился, да, слава богу, и за него тоже помолился, за исцеление, пошел дальше, много людей, ну, добрые сотни, за кого молился, и потом мы уехали, значит, на автозал, как раз братья говорят, вот, как раз уже скорый автобус, значит, и все, на автобус и уехал, потом суббота служение у меня в церкви, значит, там, воскресенье где-то тоже, ну, в Гиве, и в понедельник после обеда мне звонят, возбужденный голос, голос с того конца провода, значит, и, значит, еще не мобильный был, а еще, ну, такой, стационарный телефон, и, значит, и звонят, значит, и один из пастырей служителей, вот, харьковских, изюмских этих, значит, и таким возбужденным голосом говорит, отец всех и батюшка, здесь такое произошло, такое произошло, а что, говорю, произошло, это толком, да, объясните, а вот такое, такое, представляете, значит, вот, мы же после служения, после семинаров всех этих заехали туда, в эту больничку, помолились, значит, за людей, и, оказывается, Бог всех исцелил, все это отделение надо было выписывать в понедельник, вот, говорю, как всех, 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 ну, вот, не всех, некоторые там товарищи остались, но это как раз те, кого не было, кто на выходные, короче, ушли домой, вот, и они пришли туда, в отделение, и они остались, значит, вот, ну, там, потому что переломы остались при них, будем так говорить, а те люди, а там разные же были люди, там были и тяжелые переломы, ходили просто вот там, как говорится, как вот, в этой бриллиантной горке, там, значит, загипсованные, а были и лежачие, которые там лежали с такими штуками, такими, там, у них много гипсов всякого, там, они лежали, вот, на этих всяких штуках, вот, специфических, ну, там, не знаю всех названий, вот, значит, и их всех надо было освобождать, ну, как бы, выписывать, был обход врачей, перепроверяли, потом проверяли, еще делали снимки, вот, оказывается, у всех переломы все зажили, представьте, добрые сотни человек больше, там, вот, значит, и ни одного не осталось ни исцеленного, а я спрашивал еще, вот, значит, говорю, а вот, вот там Татарин был, он как, и Татарин исцелен, говорит, полностью исцелен, вот это да, слава Богу, знаете, я еще потом переспрашивал еще, тоже хайперских этих, изюмских этих служителей, говорю, да, удивительный случай стопроцентного исцеления, то есть не осталось ни одного, за кого тогда молился, молился, не осталось ни одного не исцеленного, вот, пока на сегодняшний день, это единственный случай в моей жизни, в моем служении, когда было стопроцентное исцеление, то есть были всякие случаи, ну, кто-то исцелялся, кто-то не исцелялся, значит, ну, всякие, я, я не знаю, Бог знает, почему один исцеляется, другой не исцеляется, ну, как бы, один быстро исцеляется, прям на глазах, может быть, а другой, слава Богу, за исцеление больных, явление духа и силы Божьей, аминь, аллилуйя, аллилуйя Валентина, слава Богу, и, понимаете, значит, я и так рассуждаю, что действительно, я не знаю, но вот тот случай меня сильно вдохновил, я потом слышал рассказы, опять-таки, я не знаю, но слышал уже не раз это, о пробуждении в Китае, когда, значит, там одна молодая христианка, уверовавшая во Христа, и как раз было об исцелении, люди исцелялись и говорили, что каждый верующий теперь может молиться, она только еще уверовала, чуть не первый день еще уверовала, только, вот, и молиться за исцеление больных можно теперь, и она побежала к больнице, чтобы молиться за больных, вот, а потом больница большая, она, и не везде могла пройти, она просто на больницу возложила руки и молилась, и всех больных в этой больнице выписали, ну, за что купил, за то продал, я не свидетель, как говорится, я со свечкой не стоял, там, значит, не знаю, значит, там, что, значит, но вот слышал не раз уж такой рассказ, знаете ли, я слышал это и до того момента, но после этого вот случая в Харьковской области, я задумался, знаете, я еще до того, до Харьковской области, до того случая, такого полного, стопроцентного исцеления вот этих всех больных, знаете, я, значит, ну, и верил, и не верил, ну, как бы верю, ну, кто его знает, ну, я ж, трудно поверить в такие вещи, честно говоря, но когда мое услужение-то произошло, я думаю, ну, теперь я готов поверить и в исцеление целой больницы, даже ни одного отделения, и не молитвы за каждого отдельности человека, а целой больницы вот так вот, скоро, да, вот прям, спасибо тебе, Господь. Духовное пробуждение и здесь, в России, я верю, оно будет вот таким, люди будут выходить из больниц целыми, не просто корпусами даже, а целыми больницами, просто будут исцеляться, просто массово, мертвые воскрешаться будут, больные исцеляться, прокаженные очищаться, и это явление духа и силы, но самое важное, даже не то, самое важное явление духа и силы, это Божья мудрость, в чем? Человек, действительно, он меняется весь, в присутствии Бога, погружаясь в присутствие Небесного Отца, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Аминь. Это действительно Божья мудрость, совершенная мудрость, нечеловеческая. И, дамы и господа, братья и сестры, сегодняшние утренние молитвы, сейчас совершим причастие, тоже Евхаристию, вот, и знаете, эти утренние молитвы, эти эфиры, я так или иначе посвящаю Дню Реформации. Кстати, 501 год назад, ну, без нескольких дней, началась Великая Октябрьская Христианская Реформация 1517 года. Мартин Лютер прибил тезисы к дворям Витамбергского собора всех святых 31 октября 1517 года. И, как некто, негде сказал, иступ молотка этого монаха пробудил всю Европу. Так и есть, дамы и господа, братья и сестры. И я перефразирую это извлечение, по-моему, Чарлос Перчина, еще таким образом перефразирую. Иступ молотка этого монаха пробудил весь христианский мир. Потому что началась с того стука монаха, с того Витамберга, с 31 октября 1517 года, началась поэтапная такая, постепенная, великая эпоха Великой Реформации и обновления мирового христианства, который продолжается уже больше 500 лет. 501 год. Так что 31 октября для кого-то это Хэллоуин, для кого-то это праздник всякой нечисти, бесовщины. Но для нас, евангельских мыслящих, библейских верующих христиан, православных, католиков, протестантов, неважно, какие мы конфессии представляем собой, самое главное, чтобы мы евангельски мыслили и верили, библейски мыслили и поступали. Так вот, для нас 31 октября – это день Великой Реформации. Сатанисты утверждают люди, ну, поврежденные, к сожалению, умом, душой. Вот, молюсь о покаянии этих людей, вот, и всех заблудших. Господь в разуме, во имя Иисуса Христа. Так вот, эти люди заблудшие утверждают, что якобы, значит, 31 октября – это день рождения Люцифера, сатанинское рождество, там, прочее. Вот, но, если это так, то Иисус Христос испортил день рождения дьяволу 500 лет назад, 501 год назад, очень и очень серьезно. Потому что именно в 31 октября грянула Великая Октябрьская Христианская Реформация 17-го года. Алли Дуя! 501 год прошел. Вот, и эти дни я проповедую здесь, в Петербурге и в некоторых других соседних городах, но я объявления не даю по вынужденным конспиративным таким условиям. Собрание я провожу, но нелегально, будем так говорить, ну, вынужденно. Значит, потому что пока нет такой сильной свободы религиозной здесь. Но я верю, что духовное пробуждение откроет двери, откроет двери для новой проповеди. То, что было в начале 90-х, это будет лишь слабым дыханием, слабой увертюрой. Сегодня, действительно, мы ожидаем великого пробуждения. Я ожидаю великого пробуждения. Огромные стадионы будут наполняться народом. Чудеса и знамения сопровождаются, будут проповедь Слова Божьего. И в преддверии, сейчас мы находимся в преддверии этого великого духовного пробуждения. Огромнейшего духовного пробуждения, которое просто не имеет аналога в мире. Вот, которое, действительно, просто, ну, предпредшественным Господним соберет огромнейший урожай душ. Огромнейший урожай душ. Люди будут получать духовное возрождение, спасение, исцеление, освобождение от бесов. Это очень серьезно, очень сильно. Вот, и Дух Антихриста будет поражен во имя Иисуса Христа. Вот, и Дух Христов, действительно, воссияет и над Россией, и над другими странами бывшего Советского Союза, и над всем миром. Вот эта волна духовного пробуждения, или, как некоторые проповедники сравнивают это, пророчески сравнивают, с цунами такой, знаете ли, есть просто волна. Ну, ассоциация волна, как бы, сильна, да, но, как бы, да не все еще. Когда вот цунами, я не видел, только видел, только в записи, слава Богу, там, вот, смотрю, вот это да, это же страшная сила, все сносят вообще. И вот духовное такое цунами, поднимается волна Духа Святого, вот, слава Богу, который сносит всякое безбожие, всякое нечести. Все полностью промывает мозги миллионам душ, моментально, Божьей мудростью. Люди становятся, ну, на свои ноги, с головы на ноги, в нормальное состояние приходят вообще, приходят в себя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь всей Вселенной. Да, и сейчас давайте преломим хлеб. Что делать, если пастор моего собрания выливает, выпивает доверие? Молитвы за пасторей. По этому поводу я отдельно тоже сделаю такое обращение, молитвы за пасторей. Вчера я был здесь в Петербурге на служении, у пастора Дмитрия, вот, значит, да, и действительно есть сила в крови, Валентина, аминь, аминь, чудотворная в крови Христа, вот, и за пасторей отдельная моя молитва. И здесь за пасторей отдельная моя молитва, и за пасторей не только пасторей, вообще по России, да и мира всего, заслужителей. Есть несколько, даже сегодня было утром, перед трансляцией, вот, на молитве было несколько таких по поводу пасторей откровений. По поводу пастор-начальника, он, собственно, пастор, у нас один пастор, один, это сам Иисус Христос. Вот, а то, что мы пастори, то, что мы служители, это лишь постольку-поскольку, но никто не может назваться пасторем. Только лишь один у нас пастор, это сам Господь Иисус Христос. Как и один учитель, как и один наставник, как и один отец, это только лишь Господь Бог всемогущий. Хотя в церкви должны быть и пастори, и отцы, и учителя, и наставники, все должно быть, да, вот, и все должно функционировать. Но есть некоторое таинство тела Иисуса Христа, два тысячелетия, раскрываемое это таинство, слава Богу. Да, я сейчас уже буду завершать, потому что время сегодня ограничено у меня, вот, до семи часов только могу быть. Хорошо, друзья, и вот причастие само тела и крови Господа Иисуса Христа, хлебопреломления. Возьмите себе хлеба, хоть ржаного, хоть какого, но хлеба возьмите. У меня сок виноградный еще есть. Вот, если нет виноградного сока, то просто даже воды налейте. Я иногда просто беру воды и хлеба и совершаю причастие Евхаристии. Потому что причастие Евхаристии, хлебопреломления, это не просто качество вина или хлеба, а это качество нашей веры, нашего рассуждения о теле крови Иисуса Христа. Потому что причастие совершается не просто в том, то, что входит в нас, оно и выходит, чем очищается всякая пища, написанная в Маше, как вам сказано было. Но причастие совершается вот здесь и вот здесь, сердцем и умом нашим. Вот, и причастие совершается рассуждением о теле крови Иисуса Христа. Причастие совершаю, допустим, даже порой и не вкушая ничего, и не вкушая ничего, просто размышлением о теле крови Иисуса Христа, это таинство, человек причащается к телу и крови Иисуса. Доброе утро, спасибо всем за служение Богу, Евгений. Аминь, благоставляю вас, Евгения, также по имени Иисуса. Слава тебе, Господь! Помолимся, друзья мои. Сила Божья, чудотворная, в крови Христа. Сила Божья, чудотворная, в драгоценной крови Христа. Сила Божья, чудотворная, в драгоценной крови Христа. Спасибо тебе, Господь, Божий Всебогущий. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, Боже. Благодарю Тебя за Голгофу и за кровь. Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты во Христе, Отец наш, сущий на небесах, Иегова, Бог Авраама, Исаака и Израиля. Ты во Христе Иисусе примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Спасибо Тебе, Господь драгоценный. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Благодарю Тебя за кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего, нашего Спасителя Господа, моего Господа, моего Спасителя, моего Брата, моего Целителя Освободителя. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за тело ломимое. Боже, я благодарю Тебя, что там на Голгофском Христе 2000 лет назад совершилось мое спасение, совершилось наше спасение, исцеление, освобождение, благословение. Боже, слава Тебе, Боже, благодарю Тебя. Ты полностью простил человека, Ты полностью простил меня, Ты полностью простил нас. Ты во Христе примирился с миром, и мир с Тобою через кровь Иисуса Христа великое примирение произошло. Слава Тебе, Господь, великое исцеление. Освобождение. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Слава тебе. За Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю. За воскресенье твое. За победу твою. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Творец неба и земли, Всего видимого и невидимого. Благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Брат мой, Господь мой, Целитель мой, Освободитель мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю. За все я благодарю. Просто я благодарю. За все я благодарю. Спасибо, Господь. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Бог наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш, Отец наш, Аббат, Отче. Спасибо за все. Благодарю Тебя. Аминь. Кровью Иисуса Христа, телом ломимом Его, я полностью прощен, исцелен, освобожден, благословлен всеми благословениями небес. Аминь. Тело Христово привите, братья, сестры, источника бессмертного, вкусите. Аллилуйя. Аминь. 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 Тело Христово. Кровь Христа. Аминь. 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 А Аллилуйя, слава тебе, Господь, за кровь твою, благодарю тебя, Боже, ты отдал свою жизнь за жизнь всего мира, за наше спасение, за нашу свободу, исцеление, жизнь вечная во Христе Иисусе, дар Божий, вечный, святой. Спасибо тебе, Господь, лихаем, за жизнь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой. Спасибо. Благословен Бог наш, благословляю всех вас, братья и сестры, во имя Господи, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Петербурга, Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя.